Ситуационный центр «Безопасный город» работает в Славянске-на-Кубани с 2011 года, когда начали появляться первые камеры из объединенной системы видеонаблюдения. Круглосуточно операторы «Безопасного города» с их помощью ведут наблюдение. Видео без проблем позволяет распознавать лица, номера автомобилей, фиксировать подтопление, огонь или задымленность, факты или попытки нарушения общественного порядка. Система постоянно совершенствуется. В этом году на средства районного бюджета приобретено новое современное оборудование для организации работы системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. В особенностях ее работы разбиралась наша съемочная группа. Номер телефона я вам вижу. Я принимаю вызов. Служба спасения Славянская, 46-й. 46-й, то есть каждому оперативу будет присвоен номер, который будет закреплен приказом. В случае прослушивания по номеру я могу понять, что конкретно говорим. Что у вас случилось? Так в общих чертах будут работать диспетчеры создаваемой службы приема экстренных вызовов. В настоящее время оборудование установлено, проводится его тестовая эксплуатация. Оценить новые возможности системы в единую дежурно-диспетчерскую службу пришел глава Славянского района Роман Сенеговский. Ознакомившись с ней, глава отметил, что оперативная помощь человеку в экстренной ситуации, быстрое подключение к решению проблемы всех нужных специалистов и служб, возможность контролировать происходящее и управлять ситуацией – это очень важный момент. Уверен, новая система оправдает себя в полной мере, поможет обеспечить безопасную жизненную среду на территории нашего города, подчеркнул глава. Кроме того, он обратил внимание на вопрос взаимодействия органов полиции с системой «Безопасный город». Мы вместе с полицией делаем общее дело. Наша задача – охрана общественного порядка. Поэтому хотелось бы, чтобы конечный результат, чтобы он был в безопасности и комфорт жителей Славянского района. Новая система позволяет отрабатывать поступающие от жителей сигналы, помогать человеку в сложной, а порой критической ситуации оперативно, качественно и быстро. При этом контролировать ситуацию и безопасность самого заявителя от момента поступления звонка до момента полного решения проблемы. А также координировать действия всех вызванных на помощь служб – правоохранителей, газовиков, медиков, связистов, пожарных – всех, от кого может потребоваться помощь в конкретных обстоятельствах. Примерно так же прежде работала и единая дежурно-диспетчерская служба. Принципиальное отличие – в оперативности и усиленном контроле, который позволяет организовать новое оборудование. Раньше этот звонок принимал оперативный дежурный, подробно записывал всю эту информацию и затем начинал в телефонном режиме обзыванию все варенно-спасательные службы. Это пожарные, спасатели, МВД. И на это тратился огромный промежуток времени. Сейчас же оператор набирает это все у себя на карточке вызова, и эта карточка вызова моментально рассылается во все эти организации. И оператор системы 112 отслеживает весь этот процесс. И снимет он с контроля эту карточку только после того, когда все службы доложат о том, что они выполнили свои задачи и вернулись на место постоянной дислокации. То есть получается, что срок обработки заявки значительно сократится. Насколько? Просчитывали эти моменты? Информацию по телефону примерно оперативный дежурный потратит на каждую службу в районе от 30 до 1 минуты. Карточка передается за 2 микросекунды. Как доложил заместитель главы района по вопросам ГОЧС Павел Анопченко, запустить работу новой системы в полном объеме планируется к 2020 году. На сегодня такое оборудование, кроме Славянска-на-Кубани, установлено еще в Краснодаре и Сочи. В перспективе системы появятся во всех муниципалитетах края.